В сезон заготовок прилавки Шымкента ломятся от изобилия ягод и фруктов. Малина, клубника, смородина, виноград и яблоки. Правда, местной продукции на базарах мало. В продаже в основном ягоды и фрукты, привезенные из Узбекистана. Нет урожай из-за погоды. Погода нестабильная, у нас погода из дождя. Ветер же из-за этого она такая. Сорты много. Десять сортов бывает, но подоступные мы берем. Отсутствие местных ягод и фруктов на прилавках существенно отразилось и на цене. Так, стоимость винограда варьирует от 350 до 700 тенге. Смородины – от 650 до 800 тенге. Малины – от 750 до 900 тенге за килограмм. Продавцы отмечают, продукция местных садов и полей стоила бы в разы дешевле. Мы за перевозку платим, плюс налоги. Сверху на килограмм ставим всего 10-20 тенге. Это немного. Правда, без возмещения дополнительных расходов фрукты стоили бы намного дешевле. А вот дихкань области обильным весенним осадкам только рада. В этом году благодаря погодным условиям аграрии собирают небывалые урожаи зерноколосовых культур. В среднем 22 центнера с гектара. Сейчас в амбарах лежит 416 тонн пшеницы и ячменя. Полностью закончить сбор планируется уже к концу недели. Убрать урожай у нас осталось только в горных местностях. Думаем, в течение 5-6 дней полностью закончим. В этом году урожайность в Талибийском районе с гектара 26 центнеров. Это самый большой показатель по области. В Тулькубасском районе 25,5, в Казыгурском – 22. После 2003 года мы такой урожайности не видели. Под зерно в этом году решили отдать 195 тысяч гектаров. К слову всего, в Южном Казахстане на уборку урожая выделили 39 тысяч тонн льготного топлива.